Добрый вечер! Мы продолжаем знакомить вас с новостями в студии сурдопереводчик Виктория Антонишина и я, Алмаз Аши. Глава государства прибыл в Караганду с рабочим визитом. Нурсултан Азербайев планирует посетить ряд промышленных предприятий и ознакомиться с планами инфраструктурного развития региона, сообщается на сайте Аккорды. Кроме того, президент осмотрит социальные и культурные объекты, а также проведет совещание по вопросам дальнейшего развития Карагандинской области. Казахстанцев на Байконуре будут лечить отечественные врачи. Соответствующий законопроект на пленарном заседании ратифицировали депутаты Сената. Он позволит нашим гражданам получать гарантированный объем бесплатной медпомощи, а также бесплатно проходить скрининг. На сегодня жителям Байконура, а также поселков Торетам и Акай, медпомощь оказывается в соответствии с российским законодательством. Бесплатными лекарствами жители Байконура обеспечены лишь по 31 заболеванию, тогда как все остальные казахстанцы по 49. Депутаты также обратили внимание министра на вопрос заработных плат медиков в этом регионе. В частности, сенатор Мурат Бахтиарулэ рекомендовал рассмотреть вопрос повышения зарплат для медработников Байконура, поскольку медпомощь и тарифы на коммунальные услуги в этом городе выше, чем в других регионах страны. Доработать законопроект рекомендовали и депутат Сената Бекмарза Еламанов. В четвертой статье о рассматриваемом законопроекта на космодроме и в самом городе Байконур все санитарно-эпидемиологические проверки и мероприятия проходят в соответствии с законом Российской Федерации. Это вызывает беспокойство среди населения. То есть лечение предполагается в казахстанских клиниках, а профилактические процедуры вакцинация в российских. Не станет ли это проблемой в будущем? В основе соглашения общий городской санитарно-эпидемиологический контроль в компетенции российских медучреждений. Но некоторые медорганизации взяты под контроль Комитета охраны общественного здоровья. Мы продолжим работу с нашими российскими коллегами. Думаю, со временем решим и этот вопрос. Казахстанцы чаще соседей по СНГ вступают в официальный брак, но при этом распадается каждая третья семья. Решения это и других проблем Института семьи обсудили сегодня в Астане. Как рассказала госсекретарь Гуршара Аддыкаликова, в стране работа по защите прав и интересов семьи проводится чаще всего по факту наступления кризисной ситуации. И это нужно менять. Вместе с тем, ориентация государства на поддержку семьи уже дает свои плоды. Так разработана и внедрена система адресной помощи женщинам и семьям с детьми. За 10 лет ее бюджет вырос в 5 раз. Благодаря поддержке усыновителей около 4,5 тысяч детей возвращены в семьи. Закрыты 25 детских домов. При участии неправительственных организаций 31 кризисный центр по стране помогает в борьбе с бытовым насилием. Как отметила госсекретарь, необходимо не просто скоординировать работу госорганов в поддержку семьи, но и перенимать лучшие мировые практики. Сегодня государственная семейная политика это один из основных приоритетов нашей социальной политики. В 2016 году указом президента утверждена концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года. В ней ключевой составляющей определено укрепление института семьи. Очередной этап образовательной программы для афганских женщин при поддержке ЕС будет проходить в трехстороннем сотрудничестве Казахстана, Узбекистана и Афганистана. Об этом заявила глава европейской дипломатической миссии Федерико Магерини, приветствуя в видеообращении из Брюсселя участников Астанинской международной конференции по расширению прав афганских женщин. Сегодня около трех миллионов девочек в Афганистане посещают школу, одна пятая студентов вузов – это девушки. Но афганские женщины продолжают сталкиваться со многими вызовами во всех сферах жизни, поэтому необходимо продолжить их поддержку, подчеркнула Магерини. ЕС всегда оказывал и будет оказывать поддержку афганским женщинам. Сегодня я представляю нашу новую программу на сумму в 2 миллиона евро для получения образования афганских женщин в Центральной Азии. Она повысит их экономические возможности и сделает их более независимыми. Программа будет проходить в трехстороннем сотрудничестве Казахстана, Узбекистана и Афганистана. Поддержка центрально-азиатских соседей жизненно необходима этой стране. Мир, крепкое региональное экономическое сотрудничество и взаимодействие принесет пользу всем афганцам, а также всему региону. Центр мониторинга и реагирования АйКОМЕК пополнился еще одной услугой. Теперь по единому номеру 109 можно уточнять вопросы о работе Казахстанского пенсионного фонда. Вкладчики смогут запрашивать у операторов интересующую их информацию круглосуточно, 7 дней в неделю. Отмечу, центр АйКОМЕК консультирует граждан по всем городским услугам в сферах ЖКХ, транспорта, образования и здравоохранения. В общей сложности здесь предоставляют более 700 услуг. Конечно, есть конфиденциальная информация, которая предоставляется только непосредственно вкладчику или доверенному лицу. Конечно, эта тайна предусмотрена в законодательстве, но не будет раскрываться. Это стандартные вопросы, например, для предоставления, скажем, для получения или для открытия счета, какие документы нужны будут, где находятся наши отделения будут, вопросы очень часто задают. Через АйКОМЕК это будет доступно. От любых проявлений коррупции обещают защищать иностранных инвесторов в Караганде. Областной департамент агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции подписал уже три меморандума совместными предприятиями. Общая сумма инвестиций, которые эти компании вливают в регион, превышает 1 триллион тенге. Соглашение призвано обеспечить прозрачное взаимодействие предприятий со всеми институтами государственной власти, а также защитить инвесторов от незаконного вмешательства в их деятельность. Волокит, нежелание делать в определенный срок, затребование дополнительных документов, которые не предусмотрены стандартами оказания государственных услуг. Вот в этом случае мы вправе рассчитывать на поддержку департамента, вплоть до того, что будут нас, как сказали, вести буквально по всем инстанциям, если будут какие-то проблемы. Уголовное дело о крупных хищениях нефти рассматривается в Актюбинском суде. На скамье подсудимых несколько человек. Один из главных фигурантов – гражданин Беларуси. Поэтому в суде обвиняемые проходят как транснациональная преступная группа. Состоит она из пяти человек. Это в том числе руководители и сотрудники частных казахстанских нефтяных компаний. Напомню, задержали подозреваемых еще в декабре 2016 года. Все это время шли следственные мероприятия. По версии обвинения, ОПГ занималась кражей нефти с месторождений с апреля по декабрь 2016 года. И под видом смеси нефтепродуктов вывозилась за рубеж. Всего было похищено более 13 тысяч тонн нефти. Ущерб государству оценили в полтора миллиарда тенге. Подсудимым вменяется сразу несколько статей Уголовного кодекса. Признать недействительным решение о передаче бизнесмену земли рядом с жилыми домами предложили в прокуратуре Павлодара. Причина – грубое нарушение санитарных и эпидемиологических норм. Напомню, наши корреспонденты следят за развитием противостояния жильцов в трех многоэтажек с предпринимателем, который незаконно захватил часть городской земли и планировал построить на этом месте новое увеселительное заведение. Бизнесмен уже успел вырубить все деревья в небольшом сквере, чем вызвал серьезное негодование жильцов. По проекту «Кафе и бильярдная» собственной парковкой должны были подключиться к инженерным сетям, питающим близлежащие дома. Жильцы заявляют, что их старые коммуникации могут не выдержать такой нагрузки и зимой им не миновать серьезных аварий. В Акимат города, куда бизнесмена трижды приглашали для встречи с населением, он ни разу так и не явился. Мне вот если загородят, то я что буду видеть? Целыми днями я сижу дома и голые эти стены буду смотреть. Все будет загорожено, ни света, ни чего, ни отца. Мне это не нравится, конечно. И тем более будет шумно. Зачем это нам нужно? Должно же быть какое-то расстояние. На сегодняшний день мы получили представление прокуратуры города Павлодара об устранении нарушений правил законности строительства на данном земельном участке. На сегодняшний день будет строительство приостановлено до выяснения всех обстоятельств. В Усть-Каменогорске проверять подготовку к отопительному сезону теперь будет специальная рабочая группа. Она создана, чтобы оперативно решать возникающие проблемы. В середине лета уже поднимались вопросы о недостаточной поставке угля в регион. Но сегодня сложностей с этим нет, работы идут по графику, так уверяют специалисты. И в этом убедились участники рейда по теплоцентралям города. На Согринской ТЭЦ уже заготовлено больше 50 тысяч тонн твердого топлива. Для дальнейших поставок заключен договор с угольными разрезами Каражира и Майкубин. Предусмотрен уголь и для населения. Всего для обеспечения частного сектора областного центра требуется 36 тысяч тонн топлива. Около половины этого объема уже доставлено в город. В прошлом году были некоторые проблемы. Поэтому есть объясненный ажиотаж для населения. Сейчас мы обеспечим углем во всех тупиках. Но у нас основано два тупика. Имеется уголь. Мы с каждой КМС работаем с населением. Наши комитеты местного самоуправления. И через них даем объявления, объясняем, где что и отравим цены. В Акмолинской области с начала года водворены на штрафстоянку почти 250 автомобилей. Их хозяева задолжали в казну штрафы за нарушение правил дорожного движения. Также по причине ненадлежащего поведения на дороге на 300 автолюбителей наложены ограничения. В основном это касается регистрации, перерегистрации авто и получения прав. В областном центре Кокшетау насчитывается шесть умных перекрестков. Встроенная система позволяет выявить штрафника по госномеру. Более того, с начала года проведено семь оперативно-профилактических мероприятий «Бор-Шкер», «Трезвый водитель», «Автобус» и другие. Они позволили определить самые распространенные нарушения. Это выезд на встречную полосу, игнорирование дорожных знаков и сигналов светофора. Мы 93 тысячи правонарушителей пресекли. При этом 63 тысячи мы наложили административное заскание на сумму 549 миллионов. Уже заскали 351 миллион. У нас свыше 24 тысячи должников ездить по области. Но в отношении каждого из них мы уже принимаем такие меры, как уведомляем по месту жительства, смс-рассылки им направляем. На связи с родными в воинской части 6505 Карагандинской области впервые в республике провели онлайн-встречу родителей с молодыми военнослужащими Национальной гвардии. На связи били сразу несколько регионов страны, куда отправились служить карагандинские парни. В части собрались родители порядка ста солдат. Для них провели экскурсию и показали, в каких условиях сейчас проходят службу гвардейцы. Рассказали, какие служебно-боевые задачи выполняют войска правопорядка. В прямом эфире было возможно обсудить и проблемные вопросы прохождения службы. Впредь подобная практика будет внедряться по всем воинским частям страны. Мы сегодня проводим в более широком формате, а еще будем более уже проводить. То есть в субботу, в воскресенье, где родители могут созвониться, у нас будут специальные комнаты, где они будут приходить и просто в режиме онлайн разговаривать с родителями. Понимаете, какие-то вопросы, моменты. Там будут наши психологи. Это тоже одно из направлений. То есть мы не хотим закрываться. К другим новостям. В Украине за последний месяц в третий раз повышается цена на нефть и на 5% обесценивается национальная валюта. Это привело к тому, что операторы АЗС поставили рекордно высокую цену на бензин марки АИ-95. Эксперты прогнозируют увеличение стоимости коммунальных услуг в два раза на период начала отопительного сезона. Подробнее об экономической ситуации в Украине в нашем сюжете. Финансист Андрей Блинов нестабильность цен на бензин связывает с политическим кризисом в стране. Связано это с напряженностью в связи с предстоящими в следующем году президентскими выборами и парламентскими Верховную Раду. Поэтому иностранные инвесторы с недоверием смотрят на рынок страны. Ситуация усложняет немалый внешний долг Украины. Все понимают, что разгоняется компания и некая неуверенность инвесторов есть в связи с этим. Кроме того, активно инвесторы-нерезиденты заходили в украинские бумаги, чтобы заработать краткосрочно на разнице процентных ставок и на выгодности обменного курса. Так что с июля месяца происходит снижение курса гривни. Если он составлял еще в начале июля 26 гривен за доллар, то сейчас уже 28,5. И мы понимаем, что это не предел. Валюта по мере осени будет постепенно девальвировать. Все это привело и к увеличению стоимости на бензин и нефтепродукты. А значит, повысится стоимость и на коммунальные услуги. Скоро, в период отопительного сезона, по прогнозам экспертов, цена на них может вырасти почти в два раза. Новый виток роста цен на нефтепродукты в Украине, который происходит за последние две недели, в первую очередь связан с девальвацией национальной валюты. На сегодняшний день стоимость бензина А-95 и дизельного топлива в Украине достигает максимума исторических. Ослабление гривны также зависит от сокращающейся госказны. Экономике Украины сейчас как никогда нужно финансирование от кредиторов и Международного финансового фонда. По соглашению между официальным Киевом и Европейским Союзом, к концу сентября Украине предоставят финансовую помощь в размере 1 миллиарда евро. Айдана Кребжанова, Аида Кадырбай, Михаил Мищенко, Хабар, 24, Украина. В Китае широко обсуждается инициатива обложить налогом людей в возрасте до 40 лет, не имеющих двух детей. Проект документа опубликован в печатном органе компартии Синьхуадейли. Как относятся к этому бездетные жители Поднебесной, узнаем в нашем сюжете. Двое ученых Нанкинского университета, Лю Джи Бяо и Джан Йе, озаботившись демографической ситуацией в стране, предложили обложить налогом бездетных или имеющих одного ребенка китайца в возрасте до 40 лет. Собранные таким образом деньги будут перечисляться в фонд материнства. Как только в семье плательщика появится второй ребенок, средства вернут и окажут материальную помощь в связи с выходом в декретный отпуск. А бездетным и решившим ограничиться одним ребенком в семье, выплаченные налоги возместят в полном объеме при выходе на пенсию. В местных социальных сетях идут бурные дискуссии по этому поводу. Большинство считает эту инициативу неуместной. У меня один ребенок. На его обучение требуются большие средства. По-моему, это смешно повышать численность населения, обложив налогами само же население. О матерях и детях должно заботиться государство. Конечно, притворение в жизнь этой инициативы под большим вопросом. Но все же демографические проблемы страны требуют своего решения. Согласно данным Национального статистического бюро, за первые шесть месяцев текущего года рождаемость снизилась на 20% по сравнению с прошлым годом. Многие не решаются заводить второго ребенка по материальным причинам. В таких городах, как Пекин и Шанхай, жизнь очень дорогая. Поэтому многие ограничиваются одним ребенком. Для повышения рождаемости необходима комплексная программа. В Китае с 1979 года действовала государственная программа «Одна семья, один ребенок». Теперь же страна столкнулась с тем, что демографический перекос привел к старению населения. Уже три года, как в Китае, разрешено иметь двоих детей, но видимых результатов это пока не дает. Саби Байпусинов, Нурбек Бекен, Жан Суи, Хабар 24, Пекин. Израильская художница создает скульптуры из соли мертвого моря. Художница использует любопытный способ, где половина работы – это действие уникальной морской среды. Она опускает основу в воду, где заготовки находятся, пока не покроются солью, словно инеем. Например, эта балерина скрылась под таким слоем кристаллов, что весит около 200 килограммов. Чтобы извлечь ее на поверхность, нужен подъемный кран. По словам автора, скорость кристаллизации зависит от температуры, а форма – от прихоти природы. В следующем году соляные скульптуры можно будет увидеть в Музее современного искусства в Австрии. Я живу здесь каждое лето, и это стало своего рода ритуалом. Идея пришла мне в голову случайно. Но посмотрите, тут везде кристаллы, созданные естественным путем. Они возникли спонтанно. Так что это взаимодействие между природой и искусством. Житель индийского города Коимбатур собрал уникальную коллекцию древностей. В его собрании порядка двух тысяч артефактов – монеты и оружия, сделанного из камня и железа. Интерес к коллекционированию Джаиш открыл в себе еще в школе, на уроках истории. Как и многим другим детям, ему нравилось вооружение воинов давно ушедших времен. Однако, в отличие от большинства, у него это увлечение переросло в настоящее хобби. В будущем Пандьян планирует открыть собственный музей и выставить коллекцию на всеобщее обозрение. Все это я собрал за последние 12 лет. В коллекции сейчас около 50 разных видов оружия. Почти все 500-летней давности – Сангаманского периода, Виджайангарской империи, времен типу султана и великих моголов. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok